МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нашей беседе с Дарьей Григорьевой, семейным психологом, присоединяется Борис Цацулин, научный журналист, и Борис Игоревич Херодинов, врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры реабилитации. Университета имени Мечникова. Почему спорт? Почему родители выбирают спорт для детей? Ребенок должен быть чем-то занят, на всякий случай. Это первое и главное. Но при авиамоделировании и творческих процессах есть некие моменты, которые увязаны с процессом оздоровления. И мы должны все время помнить о том, что любая физическая деятельность это все-таки элементы оздоровления. То есть мы получаем элементы здоровья. Борис, вот ваше тоже мнение интересует по этому поводу. Почему статистика, цифры, 30% отдают спортивные секции? Ну, стоит отметить, что вообще физическая активность для детей это необходимая вещь, были проведены исследования в колледжах, в школах, где дети были с возраста с 8 до 15 лет. Это были проведены в Германии, в США исследования. Было показано, что наличие спортивной нагрузки и также перерывов, вот те самые перерывы, которые раньше были, физнагрузка между интеллектуальной работой, она, наоборот, повышала некоторые из качеств детей. Концентрация, внимание, фокус, и снижала усталость от постоянной концентрации на работе и на... Физнагрузка. Физнагрузка. Физнагрузка, о которой говорили. Но спорт. Давайте расскажем, что такое художественная гимнастика по-настоящему. Доктор сейчас, наверное, не зря улыбается. Когда родители говорят, мы отдаем художественную гимнастику для здоровья, я не верю. Вы отдаёте в художественную гимнастику, чтобы потом увидеть своего ребёнка и покричать на пьедестале, а потом удачно выйти замуж. Одна из граней разговора на пьедестале – раз, а вторая всё-таки каким? Стройным, подтянутым, гибким, да, то есть всё-таки вот... Есть уж умение, травмирующий вид спорта, например, отдайте туда ребёнка для здоровья. Нет, я не права сейчас? Ну, на самом деле, это достаточно большой, сложный разговор. Да, да, скорее всего, в ваших словах есть доля истины, что действительно травматизм, который связан, например, с избыточными нагрузками на протяжении больших объёмов тренировочных, конечно, он присутствует. Ну, вот я могу привести пример. Из художественной гимнастики было показано, что девушке... Там очень короткий период времени, то есть взлёт, он заканчивается до 18 лет. И было показано, что скорость роста... По разным данным растут до 20-25 лет. Было показано, что скорость роста в нижних конечностях увеличивается именно после окончания спортивной деятельности. То есть спорт в некотором плане, именно профессиональный, а профессиональный спорт никогда не может быть здоровым. То есть это работа на результат, это применение самых разных практик. Через себя уже такой. Дарья, хочется сейчас, чтобы вы, наверное, прокомментировали следующее. У нас тут есть некий принтскрин, мы в интернете нашли. Вот там называется это сообщение «Мама заставляет заниматься фигурным катанием». И вот там чётко написано «Начала заниматься фигурным катанием с трёх лет». И если там опустить некие формальности, написано «Но я этого не хочу». Это ребёнок пишет. Да, это пишет ребёнок. Но почему, если я этого не хочу, зачем меня заставлять? Я сохранил все слова на месте. И вот ещё, смотрите. Куда ещё этот цитата «чёртов каток» по-другому уже не могу. Никакого желания заниматься им нет и так далее и тому подобное. То есть дети пишут, что происходит именно это. Это какая-то реализация родителей? Что это? Почему так происходит? Да, на самом деле я хочу сказать про профессиональный спорт в целом, в котором мы ребёнка отдаём в 4 года. То есть это какая-то профессиональная школа спортивная, где нацелено всё будет именно на то, чтобы ребёнок достиг определённых успехов и результатов в этих видах деятельности. Чаще всего, к сожалению, родители отдают, конечно, либо если они сами какие-то профессиональные спортсмены, там, будешь хоккеистом, как папа, да, потому что у них есть уверенность в том, что можно достичь в этой сфере определённых успехов, потому что они могут этому научить, ну и потому что просто им эта сфера нравится, им хочется, чтобы передавалось поколение в поколение. Либо какие-то нереализованные амбиции, была мечта стать гимнасткой у мамы в детстве, не получилось, не сложились обстоятельства, но вот у дочки будут, и она не осоздаёт, что это как бы не мечта её ребёнка, да, её собственная. Ещё один момент хочется, чтобы все, кто смотрел сейчас, все, кто смотрит нашу программу, тоже знали. Вот смотрите, яркий пример. Девушка пишет, что была травма, проблема с коленом, воспаление, крича, врач сделал укол и сказал, неделю минимум без движения. Как я была рада этому факту. Вы представляете, то есть ребёнок себя в жертву, делает из себя жертву, и она счастлива по этому поводу. Нельзя ребёнка заставлять что-то делать против его воли, если мы говорим о особенном профессиональном спорте, и тем более нельзя делать это с подростком. Борис, а вот если зацепиться сейчас за фразу как раз Дарьи, скажите, пожалуйста, есть ли взять детей, которые занимались, наверняка вы изучали эту тему, которые занимались по указке родителей, каким-то видом спорта, либо даже пусть в музыкальной школе и так далее, потому что родители видели в нём музыканта. Затем какой процент детей условно остаётся за бортом? Ну, точную цифру не смогу сказать. Не точную хотя бы. Ну, да большинство. То есть когда профессиональный спорт – это конкретный отбор. Отбор по признакам, отбор по показателям, по результатам и так далее, и добрая часть. Я уверен, что у каждого есть знакомые, кто занимался в детстве профессионально каким-либо спортом, а впоследствии вот не сложилось. Ну, понимаете, это же некая игра. Ты приводишь своего ребёнка в какую-то спортивную секцию или кружок, да, и говоришь, вот есть человек, вот вроде как изъявил желание заниматься самостоятельно, да. Тренер начинает смекать, но он же уже много увидел таких юных дарований и понимает, что вот из этого человека, скорее всего, по комплекции, получится прекрасный, допустим, пловец, да. И отец или мать в порошках получится или нет? Он говорит, ну, получится, да, наверное. Ну, я попробую что-нибудь сделать. А потом, когда успехи начинаются, тренер всё на это ставит. Он же ищет юнитов, другими словами, бойцов. Это правда есть отбор. Я, например, занимался полупрофессиональным плаванием. Там отбор по гибкости, связок, смотрят антропометрию, размеры ног, смотрят на родителей. Если мы говорим о баскетболе, там есть отдельные моменты, когда невысокие спортсмены тоже есть, это в защите. Но, тем не менее, отбор идёт по росту родителей. Отец высокий, значит, вероятнее, мы его отберём вот в нашу секцию. Ну, я также хотел присоединиться и отметить, что действительно родители часто реализуют свои нереализованные амбиции в детях. Но я бы также ещё отметил, что если ребёнок занимается профессиональным спортом и длительное время занимается, вот в контексте вот этого сообщения, ребёнок взрослеет, у него расширяется круг интересов. Он сталкивается с разными обстоятельствами, где встречается снова информация о том, чем он мог бы заниматься, что бы он мог делать и где мог бы реализовать свои способности. Но если это узкий круг, и вот если это специализация, и с детства ребёнок в спорте, то тренируясь активно и занимаясь, не все дети испытывают моральные терзания относительно своего будущего выбора. А бывают такие ситуации, когда ребёнок занимался той же художественной гимнастикой, например, девочка. Всё нравилось, прекрасно. Но ведь если хорошо заниматься, это занимает очень много времени, и на учёбу уже остаётся времени гораздо меньше. А потом в классе 10-м ребёнок вдруг понимает, а я не хочу, либо травму получил, учёба пострадала. Есть ли какой-то возраст, в котором можно уже начинать отдавать детей в секции? Ну, я понимаю, что, наверное, везде разные, но вот какой-то порой... На самом деле всё просто. Есть некие рекомендации. И они изложены. И совершенно чётко есть от и до. Но я хотел бы заострить момент, может быть, несколько на возрастных аспектах, всё-таки на физиологических. То есть определённое качество. Вот коллега сказал о том, что антропометрия, не только антропометрия, там должна быть ещё определённая позиция по конституциональной предрасположенности. Раз. А второй есть тесты. На самом деле в ведущих клиниках у нас в Санкт-Петербурге существует такая позиция, как спортивная консультация. То есть человек приходит и говорит о том, о своих пожеланиях родителей, а мы им помогаем с тем, чтобы пройти определённое тестирование. Нагрузки. Что? Та же самая гибкость, о которой вы сказали. Ловкость, выносливость, координационность. И по совокупности этих тестов выносится некое решение. Это так и называется. Спортивная консультация. Дорого стоит? Нет. По городу в среднем школе покажется? Нет. Я думаю, что это в пределах приёма, качественного приёма у хорошего специалиста-педиатра или врача спортивной медицины. В районе двух тысяч, я думаю, это вполне. А с тестами может быть три. Всё равно это приемно. Это в любой, да, я так понимаю? Нет, далеко не в любой. Далеко не в любой. Это можно в интернете найти. То есть это должен быть хороший специалист. Это очень хороший совет, кстати. И помимо того, что ещё же есть наверняка, Борис, к вам вопрос, какая-то генетическая предрасположенность к тому или иному? Поправьте меня, если не право. Определённая генетическая предрасположенность есть. Сейчас существует большое количество компаний на рынке, которые занимаются генетическими тестами в аспекте предрасположенности к определённым видам спорта. Но, к большому сожалению, или к счастью, может быть, научные исследования находятся на острие. То есть это новые современные исследования, которые находят связь между наличием конкретных генов, их совокупностей, и фенотипическим признаком, то есть внешними проявлениями объём лёгких, сердце, рост, предрасположенность к ожирению, метаболические особенности, накопление жира. Даже есть моменты с концентрацией и со скоростью реакции. Здесь ещё важно отметить не только физическое состояние, но и психическое состояние. То есть если готовить профессионального спортсмена, то в, собственно, спортивной федерации, где всё это происходит, должен быть спортивный психолог детский, который будет наблюдать, смотреть, есть ли психоэмоциональное истощение, а также подключать периоды отдыха, восстановления, создавать циклы, когда нагрузка интенсивная и когда нагрузка идёт на СПА, то есть периодизация. Много разных методов, но стоит отметить, что помимо спорта, также ребёнку необходимо включать другие вещи, которые расширяют его кругозор, поскольку есть, если это ребёнок до подросткового периода, есть периоды критические формирования основных навыков, языковые, манипуляционные и так далее. Борис Цацулин, научный журналист у нас сегодня в гостях, и также у нас сегодня в гостях Ирина Зайцева, мама. И Никита Стрепихин, участник российской программы поддержки молодых пилотов, один из лидеров спортивного сезона 2019 года. Вот люди говорят, Борис, да, о том, что кто-то говорит, что надо нагружать, не надо нагружать, надо перегружать. Сколько людей, столько и мнений, что скажете по этому поводу? Ну, всё зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. Разные дети по-разному переносят физические нагрузки, и, соответственно, кто-то может не справляться. И вот в предыдущем эфире у нас как раз шла речь о том, что необходим определённый отбор для того, чтобы понять, способен ли ребёнок вообще выдержать такие нагрузки. Ну, второе, что я услышал от зрителей, от участников опроса, что нужно смотреть, что ребёнку нравится. И вот здесь вопрос, обычно под этим подразумевается, что у ребёнка есть склонность к какому-то виду спорта, либо что ребёнку действительно нравится. Просто часто то, что нравится, это кажется, что нравится, проходит несколько лет, и ребёнок уже, как уже были жалобы, уже не хочет и не может заниматься. Устал, но родители не слышат. Вы же как раз и сейчас сказали, к чему у ребёнка есть предрасположенность. Вы нам до эфира говорили как раз и принесли даже фотографии. У меня есть, да. Какую роль генетика играет? Меня спросили заранее, попросили немножко про генетику рассказать. Я здесь подготовил несколько картинок. Давайте я подержу это все в руке. Здесь изобретены близнецы. Близнецы – это близнецы, у которых абсолютно одинаковая генетика, то есть у них одинаковый генотип. Но фенотипические, внешние, они отличаются, потому что здесь играет роль среды, окружение, как он питается, как тренируется и так далее, в каких условиях живут эти люди. И те, кто знаком с близнецами, знают, что, несмотря на одинаковую генетику, это совершенно разные люди, как внешне иногда, так и по характеру. Соответственно, когда мы говорим о генетике и о генетических тестах, которые проводятся для детей, это перспективная новая область. Но, к сожалению, на данный момент очень мало данных. И то, что предлагается как интерпретация результатов, мол, у вашего ребенка есть такой-то ген, он точно станет элитным атлетом. К сожалению, недостаточно данных, чтобы рекомендовать подобное. Фотографию у вас, вот вижу, мускулистый юнец. Можно его показать? Да, вот это... Смотрите, казалось бы, внешне есть предрасположенность. Да, это ребенок с заболеванием, у него нарушен ген. Это называется моногенная болезнь. Это значит, что один ген отвечает за признак. И вот это единственные варианты, когда генетические тесты могут действительно сказать о том, что вот есть предрасположенность. Обычно это болезни. А когда мы говорим о спорте, все сложнее. Есть гены, которые показывают соотношение медленных и быстрых мышечных волокон. Но выясняется, что у многих элитных спортсменов нет этого гена. А потом выясняется, что помимо этого гена должно быть еще несколько. Они взаимодействуют друг с другом. Даже для роста волос необходимо 800 генов выявить и их взаимодействие выявить. Современные генетические компании предлагают выявление одного-двух генов. Маловато. Это маловато. Но перспектива есть. А на генетическом уровне можно выяснить, есть ли у ребенка способности к труду дома выносить мусорное ведро? Вот так обязанности в домашнем. Посуду мыть. Это воспитание, родители и собственный пример. Давайте по поводу этого как раз поговорим. По дому-то делаешь что-то, Никитка? Ну пусть Никита сам ответит. Рассказывай, Никита, что по дому делаешь? Какие обязанности? С пылесосом. С пылесосом, да? Каждый день? Мама, молчите, пожалуйста. Нет, да? Не давите, мама. Хорошо. А что еще делаешь? Ничего. Ничего. Пылесос достаточно, я считаю. Времени больше не остается ни на что. Никита, скажи, ты смотришь мультики? Да. Какой твой любимый мультик? Смешарики. Вот, вот, видишь, а так и не скажешь. По хорбе ты уже... Ой, ну ладно, мы уже выставили бедного ребенка, что кому-то забит. Классно, я знаю. Что не все его вообще... Я вообще смотрю, обожаю смешариков. Поэтому он по возрасту как раз для тех... Мы сейчас начнем перечитать и всех персонажей. Есть очень развивающий... Вот это его любимый мультик, да. Прекрасно. Как раз от 18+, я бы сказала. Давайте все-таки мы подытожим какую-то тему домашних обязанностей. Что нам с ними делать? И в итоге как детей-то приучать к этому, Борис? К домашним обязанностям? Конечно. Пример родителей. И также я бы отметил, что не факт, что многие из текущих современных домашних обязанностей, вот мы можем вспомнить, что в больших городах уже частично все меньше и меньше готовят люди, больше пользуются доставками, потому что иногда это даже выходит выгоднее, дешевле. Что по времени, что по финансовым затратам. Вот роботы-пылесосы появились, и многие вещи, которые раньше были актуальны, сейчас уже не совсем актуальны. Но родители передают прошлый опыт, который может быть полезен ребенку, а может и не быть полезен совсем. Это, кстати, в контексте спорта и в контексте представления о том, что могло бы выйти из ребенка и какие у него были бы перспективы через 20 лет. То есть там предсказать, что через 20 лет будет, что будет с этой сферой, что будет вообще, как изменится общая мировая обстановка. Очень сложно, поэтому ориентируются родители, как правило, на предыдущий свой опыт, не учитывая современные реалии. А почему ребенка, например, не воспитывать таким образом? Ты станешь великим гонщиком, не надо тебе выносить ведро из дома, не надо тебе мыть ничего. Ты заработаешь и наймешь себе помощницу, которая будет этим заниматься. То, о чем я говорила чуть ранее. Да, а почему бы такой подход не отрицать? Ну, я думаю, что... Зачем нужно вообще детей приучать? На эту модель настраивать? Во-первых, не факт, что вот эти перспективы предсказания сбудутся, потому что предсказание это всегда что-то такое, что нельзя потрогать. А потом, когда уже выходит результат, он, во-первых, отличается от предсказаний, а во-вторых, он другой. Он не такой, как было в мечтах. Раз, во-вторых, любые навыки, которые приобретает ребенок, они дают ему... Он учится следить за домом, то есть есть расписание, график. То есть все, что будет помогать в будущей жизни, но на примере уборки дома. То же самое с обучением. Если постоянно, стабильно, с определенной периодичностью учить ребенка, учиться, даже если никому не нравится учиться, хочется смотреть мультики, учиться, делать все, что угодно, только не учиться. Если есть определенная стабильность, к этому, в первую очередь, привыкаешь, вырабатывается динамический стереотип, так называемый, и многие вещи, которые раньше не нравились, начинают нравиться. Вроде как я к этому привык, а потом уже получаю удовольствие. И со спортом, и с профессиональными обязанностями, со всем. Финансовая мотивация? Это ребенка? Ну, возможно, там, игрушку купить. Но имеете в виду, какая-то мотивация? То рублей. Ну, нет, ну, определенно. В разном возрасте разная мотивация. Мотивация, да. Ну, зависит, какая. То есть до N-периода одна мотивация, постарше уже и финансы, и уже самостоятельность, вот период взросления, хочу отдельно. Ну, из разряда, смотрите, может работать такая схема? Сделал, награда, сделал, награда, сделал, награда. А постоянно закармливать наградами неправильно. Поведенческие биологи исследуют этот вопрос и говорят, что нужно не постоянное подкрепление, а эпизодическое. Оно работает лучше. Как работает казино, когда не всегда выигрываешь, но когда выигрываешь, всплеск дофамина и награды. Никита, солнышко, скажи, пожалуйста, ты сейчас, сегодня, на данный момент, насколько сильно доволен своей жизнью? От одного до пяти. На пять. На пять, да? На пять, да? И знаете, смотри, даже мама не щипала, не говорила ничего. Глаз горит. А какой труд за этим стоит ваш, Ирина? Это уже даже не обсуждаю. Спасибо большое. Никит, мы тебе желаем больших успехов в твоем гоночном деле. Будь пилотом номер один на формуле, соответственно, с таким же названием. И выигрывай. Мы желаем удачи вам, Ирине Зайцевой, маме, Никиту Стрепихину, участнику российской программы поддержки молодых пилотов и, в общем, лидеру соревнований в 2019 году. Спасибо большое, что пришли к нам. Ну, а дальше, мы поговорим на тоже такую тему. Мы специально просто с Никитой с тобой сейчас попрощались, потому что сейчас будем говорить, с кем уроки надо делать, с мамой или папой. Поэтому пусть будет сюрпризом. Об этой теме поговорим после рекламы. Должны ли родители вместе с детьми делать уроки? Где это видано? Где это слыханно? Папа решает, а Вася задает. Да, Борис? Почему папа, а не мама? Ну, песня так. В жизни все по-другому. Я тебя умоляю. Да. Иди, помоги, я ничего не понимаю. Все, это твой ребенок тоже. По опыту, да, помогали. Мне, по крайней мере, если говорить обо мне. Мне родители помогали много, со мной много занимались и по разным дисциплинам, и показывали пример, что очень важно ребенку, поскольку он берет модели поведения от родителей, от мамы, от отца, от разных людей, с которыми сталкивается. Ну, что такое помощь? Родители садились с вами, брали руку вашу и говорили, пишем вот так, например. Равша, левша вы? Рисуем, я решаю. Левша, ну, левую тогда. Рисуем вместе, разрисовываем, показываем. Это нормально, как вы считаете? Конечно, даже полезно. В пятом классе? Ну, а... До какого класса? До какого класса? Хороший вопрос, до какого класса, пока у ребенка не выработается стандартная модель, когда он может уже самостоятельно втягиваться. Ну, я думаю... Мы сейчас не об этом говорим. Мне кажется, я плохая мать. Плохая мать? Да. Ну, теперь же ты хорошая мать. Мне кажется, я плохая, я не делаю с ребенком. 33-22-146, звоните, пожалуйста, скажите, Жаклин, ты хорошая мать. Они узнают, что я делаю, и скажут плохая мать, я не делаю с детьми уроки. Ну, молодец. Я могу только помочь, посоветовать, но я не сижу, у меня нет времени. Возраст, ну, есть преподаватели, есть репетиторы, есть множество возможностей сейчас найти человека, который будет помогать. А есть и директоры, которые у нас сегодня в гостях. У нас в гостях Юлия Ивановна Очкасова, директор школы имени Шафер. Жаклин, тебе помогали делать с детьми? Мне советовали. Со мной вот не сидели никогда, но я всегда подходила к маме или к папе. Я знала, что к маме можно подать, по таким предметам подать и к папе, по таким предметам. И еще все время просила, пап, мне нужна книжка, у нас большая библиотека была. Это была помощь. Всегда объяснят, но никогда со мной не сидели. Может быть, в первом классе, но я себя в этом возрасте не помню. Что вы думаете по этому поводу, Юля? Есть какая-то методика? Я считаю следующим образом. Во-первых, нужно понимать, что мы вкладываем. Делать с детьми домашнюю работу. Делать за него, делать вместо него. Какой процент помощи должен быть оказан ребенку в процессе подготовки к домашнему заданию? Если ребенок упирается и не хочет его делать, значит, проблема, наверное, не в домашнем задании, а в ребенке, в его мотивации, он почему-то не хочет ее делать. Здесь, если объем домашнего задания огромный, и ребенок чисто физически не может его выполнять, ну, наверное, вопрос к образовательному учреждению. Как-то я, еще с самого детства воспоминание, какой-то пример или уравнение, и мне мой папа посчитал его, решил вот так, как мы еще вообще даже не решали. Да? И я думаю, ну ладно, ну отец же, да? Я принес это в школу, мне сказали, ну что, папа делал или мама? Я говорю, ну да, как вы узнали, мы этого не проходили. Я говорю, да, я думал, ну, дурачка включил. Такое же часто бывает, тоже сталкивается с этим. Ну, конечно, такое часто бывает и сталкивается. У вас папа молодец, опережающий обучение применил в вашем обучении и воспитании. Бывает такое, если такое происходит, там, не знаю, дети приносят, и таким методом не решалось. Понятно, что если учитель грамотный, он не будет, там, высмеивать ребенка, не будет, там, как-то поднимать этот вопрос, а покажет этот способ всему классу, что вот мы так решали, а вот Вася, там, пришел и решил вот так. А так тоже можно. И посмотрите, даже интересно. У меня был живой пример, я решил математический пример, мне отец подсказал метод, я его решил так, как никто не решил. А, собственно, в классе никто не решил, это было задание из разряда, вот, из... Повышенной сложности. Повышенной сложности для импиады. Со звездочкой. И потом преподаватель, посмотрев пример, я объяснил его, я все, то есть это не из разряда, я взял... Он за вас сделал, да? Да, нет, я понял, более того, я воспроизводил другие примеры. А преподаватель не понял, как, сказал, что я решил неправильно. И это было стыдно, мне было стыдно, потому что меня, вот, это осуждающийся со смехом, а потом, когда я еще несколько раз объяснил, преподаватель понял, а шлейф остался, ложечка осталась, как говорится. У меня такая травма, да, осталась некая? У меня есть тоже психологическая травма, буду преподавать. Подождите, подождите, все признания сделаем после рекламы. Столько будет, много признаний. Вот, мне кажется, когда, вот, вы говорили, Борис, что вам учитель сказал, что вы неправильно решили, это некая система воспитания, потому что уже там, ну, не пошел по моему правилу, да, вот... Учитель всегда прав. У меня, да, тоже есть такой пример, когда после одного произведения я был настолько впечатлен, что написал потом изложение, да, правильно говорить, да, по этой, по литературе, да, вот там, написал в стихах, много листов было, да, там, поперло, знаете, простите, за сленг, вот оно пошло, 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 и написал. Мне поставили за это 5-2, вот, а 5 за то, что это, ну, стихах, а 2 за то, что там было 3 ошибки, да, ну, я закипел, и не было конца и края моей ненависти, потому что, ну, ничего себе, я так это старался, а у меня 2 за это, ну, о чем мы говорим. Ну, 2 же не за творчество, за грамматику. Ну, это какая разница-то, ну, это же 2. Ну, ты допустила ошибку. У тебя же есть, смотри, ну, я еще раз скажу, у тебя есть какое-то произведение, да, оно целостное, то есть, если тебе поставить за него 5, это хорошо, а если поставить 2, это плохо, какое бы оно ни было, за содержание, за грамматику, правильно? Я говорю, может, я ошибаюсь, мне кажется, логика должна быть. Я как бы понимаю, есть определенные навыки, которые необходимо в рамках школьной программы выработать. Соответственно, задачи, задания направлены на выработку вот этого навыка. Строго строить сочинение по определенной схеме. А если ребенок максимально творчески подошел к вопросу, но не составил сочинение по плану, то он не выполнил конкретную поставленную задачу. Да, есть вопрос в том, что это мешает творчеству раскрывать потенциал, находить другие гибкие решения вне квадрата, вне рамок. Но, тем не менее, вот это просто есть как данность. Ну, даже вспомните, есть литературу, критики классиков. Соответственно, есть литературные произведения, которые дети, как правило, не понимают и понимают, когда там в 20 с чем-то лет читают и далее. Да, это не факт. Это не факт, и с каждым годом трактовка нарратив меняется внутри себя после прочтения. Но есть вот именно трактовка, и эту трактовку должен ребенок освоить. И так везде. А вы хотели возразить? Нет, я не хотела возразить. Я, наверное, хотела сказать следующее, что если бы Артем сейчас учился в школе, для него бы сделали индивидуальный маршрут обучения, раз он такой творческий. И раз у него такой был потенциал, ну, может быть, загубили будущего поэта великого. Вот я об этом не говорю. Вполне возможно. Артем, возрождайся. Возрождайся, не стесняйся. Насколько мне известно, скандинавская система образования подразумевает, что вот некоторые дисциплины, которые ребенок не может потянуть, либо не хочет, либо нету несклонностей и так далее. То есть принимается решение о том, что часть дисциплин отходит и идет углублено изучение. А если в целом взглянуть на систему воспитания, на систему образования, каким образом сейчас родители поступают чаще всего? У нас есть, вот мы видим вот так, нас так воспитывали, и мы эту модель перекладываем уже на своих детей. Это касается, раз сегодня мы больше об образовании говорим, наверное, и сосредоточимся. Вот пример даже у нас есть, оттолкнемся от него интересный, когда девочка написала на форуме о том, что она хочет музыкой заниматься. Вот видите, я такой ребенок, говорила маме, что хочу музыкой заниматься, инструмент дома был, у тебя слуха нет, хочу танцами, ты как ступа и так далее. Это мама говорила своей дочке. Но вы видите, тут же следовали рассказы, какая она сама была музыкальной и хореографически одаренной. Это мама уже была сама, пела, плясала и развлекала всю улицу. Где уж мне-то? Теперь-то я понимаю, что причина всему лень. Нет, я думаю, причина всему мама, а не лень, которая отбила желание у ребенка вообще чем-либо заниматься. Она в нее просто не верила. Есть такой синдром выученной беспомощности, когда за ребенка все делают, либо говорят ему, что ну нет, у тебя это точно не получится. И ребенок в какой-то момент понимает, что ну правда, зачем стараться. Собственно, у меня не получится, в себя я не верю. Мама придет, она лучше знает. Но потом этому ребенку жить в этом мире. И без мамы, возможно, в какой-то период своей жизни. Поэтому, конечно, вот такая линия поведения родителей, когда они не верят в своих детей, ну она не работает. Бывают же такие дети, но, наверное, они в меньшинстве уже остаются, когда им говорят, ты плохой, а он говорит, нет, я сделаю. Им говорят такой от противного. Это как с вызовом, да, когда наоборот рамки стимулируют к творчеству. Такие дети есть, они, конечно, есть, но их единицы таких детей. Ведь в том же спорте, например, нужно не только подбадривать, но и в то же время унижать. Конкурентная борьба и, соответственно, другие примеры спортсменов, которые выигрывают, как-то конкурировать надо, стимулировать. Ну, как-то, я не знаю, унижать в спорте, мне кажется, такая советская методика. Ну, а разве не унижение, когда мама говорит, да, и даже в школе не унижение, разве когда я, допустим, своему ребёнку говорю, что ты не можешь выучить, вот твоя соседка по парте, она уже всё давно выучила. Это же унижение ребёнка, мы не можем так говорить. Мы всегда в оценочных суждениях всё время погрязаем. Это же неправильно. Это вообще неправильно. Катастрофа уже. Нужно развивать ассертивность. Вот ты такой, и я тебя люблю таким, да, ты не выучил, да, и от этого не зависит моя любовь к тебе, даже если ты круглый двоечник. Кстати говоря, вот Хан Академия проводила аналитику, вот как мы упомянули, я видел такие материалы, когда введён индивидуальный план обучения, вот есть, условно говоря, программа, некоторые дети поспевают быстро, осваивают часть программы, там, не знаю, за неделю, за две, и у них пятёрки. А двоечники, как раз те, кто только влился, ещё не успел освоить. Разная скорость освоения навыков. И было показано, что если программа индивидуальная, то двоечники, вот этот момент времени, они со временем сравнивают с отличниками, а в некоторых случаях перегоняют. То есть не учитывается индивидуальная особенность. Вот в финале давайте проговорим. У нас тема называется «Воспитать по правилам». И есть ли вообще эти правила, по которым надо воспитывать? Я не говорю, что правила общества, да, там, что не делает того, что, ну, там, не знаю, не ходи голый по улице, да. Я говорю о том, о воспитании, чтобы каким-то образом это повлияло на формирование личности и характера. Ну, наверное, самое главное правило – это абсолютно точно, это любить своего ребёнка, верить ему, и проводить с ним как можно больше времени. И личным примером показывать, что хорошо, а что плохо. Когда ты на словах говоришь одно, а по факту получается другое, то ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Поэтому личным, личным примером только воспитывать. То есть не только школа будет воспитывать? Школа в помощь родителям, конечно, школа в помощь родителям. На школу надейся, а сам не плачай. Нас в гостях сегодня были Борис Сасулин, научный журналист, и Юлия Очкасова, директор школы имени Шафа. Спасибо, что к нам пришли. Любите своих детей, пожалуйста. Вот очень вас просим. И по возможности не кричите на них, и всё будет хорошо и у вас, и у ваших детей. Как сказал мой сын, и дети – это такая радость. Это правда. Это правда. Жаклин Оленик. Артём Медведев. Увидимся, скоро обещаем вам. Пока-пока.